Донецк Анастасия Певная продолжит Мощнейший взрыв в Донецке прогремел в полдень Без стекол и даже оконных рам остались сотни квартир Больше всего повреждений в центре Однако в местной мэрии сообщают Взрывную волну ощутили жители всех районов города И даже Макеевки Местные жители по телефону рассказывают В корпусах трех университетов и зданиях пяти школ выбиты стекла Студенты и школьники в момент взрыва находились на занятиях После прятались в бомбоубежищах Занятия прервали, опустились в подвал и вышли Долго сидели? Часа пол На Тонбасс-арене обрушилась часть фасада Повреждены восточная и западная части стадиона А также внутренние помещения Никто из сотрудников не пострадал В целях безопасности администрация настоятельно просит дончан Не приближаться к поврежденным частям арены На этом видео донецкие коммунальщики проводят собрание в здании Донецк теплосети И в этот момент раздается взрыв В местной мэрии сообщили Взрыв произошел на Донецком казенном заводе химических изделий Однако информации о жертвах и пострадавших у чиновников пока нет Так же, как и о том, из какого орудия был произведен выстрел И с какой стороны на территорию завода прилетел снаряд Накануне под интенсивным обстрелом оказались жители микрорайона Гладковка Здесь снаряды разрывались в многоэтажных и частных домах В стенах вместо окон огромные дыры Дочка говорит, мама, что-то красное летит Она на роликах уехала, видать, это и волну бросила, порезала А может на улице собакой гулял И там осколки ему, стекла, осколки порезала Вчера в Донецке пострадали шесть мирных жителей Официальной информации о погибших нет Это было где-то в 7 часов вечера Как бабахнуло И меня с кровати сбросило, представляете? Где-то штук 15 у нас осколков в квартире по всей В спальне, в кухне, в зале Как мы все целые остались, неизвестно Кухню посекло, потолки посекло Жутко, конечно Также на Гладковке снаряды угодили в 61-ю школу Здесь пробита крыша в спортзале и в бассейне Во время обстрела в здании находился сторож Мужчина отделался ушибами Центральные двери затручились Я встал, думал, может кто-то стучится Подошел сюда и взрыв дальше Я вот там очнулся Потом прошло Как мы предполагаем, это были артиллерийские или танковые снаряды Потому что осколков было не так много Но пробить вот такую кровлю сложно Не стихают артиллерийские залпы и в районе поселка Пески Рядом с которым идут ожесточенные бои за аэропорт От пригорода Донецка уже почти ничего не осталось Выбило соседу Ну они уже вставили окно назад Там кухня Рама полностью вылетела Со всеми стеклами В каком состоянии дом видите Тем временем в СНБУ сообщают На территориях подконтрольных так называемой ДНР Боевики распространяют листовки с призывами блокировать продвижение украинских войск В селище Талакивка Донецкой области выявлено анонимные листовки С закликами для местных жителей блокировать Пересувание подразделов Збройных сил Украины И требования для украинских военных покинуть территорию Новоазовского района За минувшие сутки боевики атаковали позиции украинских военных Вблизи шести населенных пунктов Анастасия Певная, телеканал Донбасс В связи с сегодняшними обстрелами Донецка Свой решительный протест всем сторонам конфликта выразил футбольный клуб «Шахтер» Горняки призвали к реальному выполнению условий перемирия Еще до взрывов в Донецке волонтеры Донбасс-арены Начали выдавать на стадионе помощь в рамках проекта Рината Ахметова «Поможем детям» Питание, предметы гигиены раздавали мамам с детьми На Донбассе в зоне АТО проживает 40 тысяч детей до двух лет По инициативе Рината Ахметова было решено помочь всем семьям, где есть малыши Ведь большинство родителей не получают пособий Гуманитарный штаб уже доставил 10 тысяч наборов для детей В составе пакета, который выдает волонтеры Донбасс-арены и футбольного клуба «Шахтер» Каши, смеси, соки, овощные и фруктовые пюре, а также подгузники В футбольном клубе «Шахтер» сообщили, что несмотря на сложную ситуацию Раздача помощи для детей будет продолжаться Волонтеры уже ищут для этого безопасное место Обесточено и затапливается В Кировском обстреляли одной из крупнейших шахт Украины ДТК «Комсомолец Донбасса» Снаряды повредили линии электроснабжения в момент, когда под землей работали горники К счастью, никто не пострадал Семерых шахтеров подняли на поверхность с помощью дизельных генераторов Выработки затапливаются, так как обесточены насосные агрегаты и вентиляция Из-за атак, которые не прекращаются с 10 октября, ремонтные бригады не могут приступить к работе Так во время одного из последних обстрелов сотрудник шахты получил ранение Повреждено оборудование механического и энергетического цехов ДТК призвал прекратить уничтожение шахты, на которой трудятся 4 тысячи человек Боевики отступают в Луганской области Украинским военным удалось удержать свои позиции в районе села Смелое Так называемые донские казаки атаковали населенный пункт несколько дней, чтобы окружить город Счастье Украинский флаг подняли и над селом Крымское Подробности у Анастасии Пугач Боевики отступают, ситуация в районе села Смелое нормализовалась, сообщают в штабе АТО К бойцам пришла помощь, теперь этот населенный пункт под контролем украинских военных Нацгвардейцев на 32-м блокпосту несколько дней ожесточенно обстреливали так называемые донские казаки Известно о гибели минимум двух украинских военных Банды боевиков, что дислокировались и действовали в районе населенного пункта Смела, российские, и отступили Продолжение следует, боевики потеряли 14 человек особого склада Один танк, одну самохидную артиллерийскую остановку и один миномет По данным СНБО, боевики атаковали поселок Смелое, чтобы окружить город Счастье и взять под контроль Луганскую ТЭС Тем временем украинские военные освободили село Крымское Боевики так называемого войска Донского держали в страхе село две недели Проукраински настроенного депутата расстреляли прямо на пороге его дома Еще двоих мирных жителей арестовали Два человека были арестованы, а потом освобождены Один из них фактически проблема с психикой после ареста Сельский голова, который был назначен боевиками, успел бежать до прихода украинских военных Кабинет главаря казаков солдаты вскрыли, расстреляв замок, опасались заминирования Это последнее освобожденное село из списка населенных пунктов, переданных подчинению Новоайдарскому району Люди говорят, до сих пор в окрестностях слышны перестрелки Жителям села Крымской украинские власти обещают выплатить все долги по пенсиям и зарплатам Денег здесь люди не видели уже 4 месяца Приехали работники милиции, которые делают зачистку, устанавливают факты убивства людей Мордирования, утримания, захопления людей, утримания незаконного в разных подвалах и тому подобное И смотрим, какие сделаны злочины этими, а также восстановим государственное финансирование Ну а тем, кто живет на оккупированных боевиками территориях, за пенсиями приходится ехать десятки километров в районы, которые контролирует украинская армия Не надо нам вот это вот, чтобы мы ездили в другой город, пенсию оформить А с какого вы города? Слова, вы приезжаете в Украину В Сулганске? Да, дом разбомбили и вот дали Ну кто разбомбил дом ваш? Как кто? Как кто? Ну кто, вот расскажи Бандиты, вот кто? Мы жили в Украине, мы жили в Украине, мы хорошо жили В самом Луганске боевики продолжают грабить торговые точки предпринимателей, сообщают в СНБО В надежде заработать хоть что-то, торговцы поднимают цены Отсутность централизованной доставки товаров и нестача денег у населения призвели до неконтрольованного Взрастания цен на спожившие товары, что вызывает массовое недовольствие среди мясового населения Не припиняется боротьба за владу и перерасподил сфер вплива между ватажками бандоформования По данным Луганской облгосадминистрации, свинину в областном центре продают по 100 гривен Есть в продаже апельсины, однако только за один цитрусовый придется выложить 10 гривен Верховная Рада приняла закон о внутренне перемещенных лицах Теперь у переселенцев есть юридический статус, который позволит им претендовать на работу, места в школах и детских садах и получать помощь Законом предусмотрена выплата 884 гривен нетрудоспособным переселенцам Это дети, инвалиды, пенсионеры Трудоспособные граждане могут претендовать на сумму в половину меньше Платить помощь будут в течение 6 месяцев По данным украинского премьера, выплаты должны получить более 420 тысяч человек Данный законопроект предбачает правовые подставы визначения внутренней и темчасово перемещенной особи Дае правовые гарантии цей людине на новом месте проживания Визначает порядок працевлаштувания, выплаты социальных обязанностей державы И дать соответствующую помощь темчасово перемещенным особам Жители зоны АТО и переселенцев не будут штрафовать за просроченный кредит Закон, подписанный президентом, не отменяет погашение займа Но обязует банки не начислять пеню Чтобы избежать штрафных санкций, необходимо обратиться в финучреждение В котором был оформлен кредит Причем ехать в другой город для этого вовсе не обязательно Достаточно позвонить в отделение банка Нужно подать заявку, эта заявка будет рассмотрена И, к сожалению, технологически мы не можем это заранее отменить То есть клиенты получали смски с тем, что на них насчислены пени Мы эти пени возвращаем клиентам, если они были сняты Или их отменяем по факту обращения Отопительный сезон стартовал в Курахово После того, как насосные станции были повреждены во время обстрелов Энергетики нашли альтернативный ресурс Местные системы теперь заполняют технической водой Подробнее Данила Царев Жители Курахово к суровой зиме приготовили заранее Приобрели электрические обогреватели Был страх, конечно, что будет холодно Приобрели отопительные приборы на всякий случай Но пока все хорошо Анна в Курахово приехала из Донецка Сейчас временно живет у брата Говорит, что в городе проблем со светом, теплом и водой нет Сейчас тепло Да, более-менее тепло С горячего крана вода идет Да, сверчего крана вода идет Под угрозой срыва отопительный сезон в городе оказался Когда во время обстрелов был поврежден канал Северский Донец-Донбасс Тогда на тест решили городские отопительные системы Наполнить технической водой из Кураховского водохранилища Однако энергетики переживают, выдержит ли оборудование Оборудование, которое работает на станции Рассчитано изначально на ту воду Северского Донца Которую мы раньше получали И опыта эксплуатации оборудования на технической воде у нас нет Тем не менее, благодаря альтернативному источнику заполнения систем водой Энергетикам ДТЭК удалось обеспечить теплом весь город Люди получают тепло, получают горячую воду А также все в полном объеме город включен по отоплению, садики, школы, больницы Данила Царев, Егор Скалеров, Александр Шмырев, телеканал Донбасс Тем временем в соседнем Красноармейске на восстановление водоснабжения Деньги собирают с местных жителей Чтобы отремонтировать обстреленную Карловскую насосную станцию Необходимо 25 миллионов Из них пока удалось собрать лишь 80 тысяч гривен Чем будут заполнять отопительные системы в Красноармейске Узнавала Елена Витек Разбитые осколками снарядов, оборудование и обесточенные агрегаты Чтобы запустить Карловскую насосную станцию и напоить 400 тысяч человек Необходима внушительная сумма 25 миллионов гривен Местным чиновникам пока удалось насобирать лишь 83 тысячи гривен На восстановление насосной станции скинулись предприятия и жители городов Которые без воды уже четвертый месяц Государство денег пока не дает Все упирается в то, что нужны средства для закупки нового оборудования И прокладки новых линий электропередач Вот две проблемы, которые на сегодня нужно решить очень быстро Быстро, так как жители обезвоженных городов рискуют еще и замерзнуть этой зимой Для наполнения отопительных систем также нужна вода Тем временем работники коммунального предприятия «Вода Донбасса» Начали расчищать разрушенные объекты Говорят, на восстановительных работах можно будет сэкономить К примеру, на сокращение насосных агрегатов Общестроительные работы продолжаются силами наших сотрудников Убирается, вычищается Готовится сейчас место под монтаж ячеек высоковольтного оборудования Стройматериалы на восстановление насосной станции Планируют завести в Карловку уже на следующей неделе Елена Витых, Алексей Тюкин, телеканал «Донбасс» Материальную помощь в размере 1000 гривен на человека могут получить жители Донецкой области, пострадавшие в ходе проведения АТО Решение о денежной компенсации было принято на совещании областного совета 1000 гривен – это единоразовая выплата Чтобы ее получить, необходимо обратиться в городские или поселковые советы по месту временного пребывания Сегодня закончилась регистрация избирателей из зоны АТО Напомним, голосовать переселенцы смогут только по партийным спискам Сотрудники управления госреестра говорят о низкой активности жителей Донбасса Только в одном Днепропетровске, где проживает 15 тысяч переселенцев Желание принять участие в выборах изъявили всего около 2000 человек Точное число переселенцев, которые планируют исполнить свой гражданский долг 26 октября Центр сберкоме назовут завтра Очереди не образуются Иногда бывает, что берутся 2-3, ну 5 человек максимум Иногда мы можем даже, человека вот не было в реестре избирателей совсем Мы можем его даже включить Он совсем счастлив, особенно детки, которые первый раз голосуют, 18-летние Рак молочной железы находится на первом месте среди онкологических заболеваний у женщин в мире В Украине ежегодно регистрируется более 16 тысяч женщин с этим типом онкопатологии Во всеукраинский день борьбы с раком молочной железы в Мариуполе в мобильной женской консультации Решили обследоваться его жительницы, а также женщины-переселенки С теми, кто смог побороть болезнь, общалась Виктория Чистюхина Лариса Лопата, как и многие другие женщины, столкнулась с тяжелой болезнью неожиданно Диагноз рак молочной железы 15 лет назад казался приговором Это были естественные слезы И казалось, что все, что было хорошее в моей жизни, это было вчера Какая перспектива впереди и что меня ожидает в будущем Это была такая полная неизвестность Операция, курс химиотерапии, реабилитация На эти темы даже 15 лет спустя Лариса общается с трудом Жалеет, что не обратилась к врачам на ранних стадиях болезни Сегодня Лариса стала волонтером и призывает всех женщин предупреждать болезнь, а не запускать ее Когда женщина приходит, еще раз скажу, на ранней стадии Значит, тогда уже врач видит, какое лечение ей необходимо Чтобы диагностировать рак у женщин на ранних стадиях Два года назад по инициативе Рината Ахметова в Украине начала работу единственная мобильная женская консультация Сегодня бесплатное обследование в Мариуполе Сотни женщин-переселенок, а также жительниц Мариуполя желают проверить свое здоровье Полгода назад родила ребенка и еще не имела возможности проверить свое здоровье А раз, в принципе, воспользовалась предложением фонда В день записывается от 150 до 300 человек, только онкологически больных А желающие обследоваться, которые хотят обследоваться, которые не могут пройти обследование в связи с финансами Еще больше, от 300 до 400 человек в день С каждым годом в промышленном Мариуполе все больше женщин болеют раком молочной железы На сегодня это самый высокий среднеобластной показатель Заболеваемость онкопатологии по городу составила в 2013 году 418,1 на 100 тысяч населения В 2012 году эта цифра была 410,6 Ежегодно в Украине фиксируют около 16 тысяч новых случаев заболеваний раком молочной железы Весомый вклад в борьбе с болезнью и на ранних стадиях в том числе внесла работа мобильная женская консультация от фонда Рината Ахметова За два года бесплатно обследовано более 4 тысяч женщин У половины из них определили болезнь на ранней стадии А значит их жизнь была спасена Десятки женщин, которые выявили предраковые заболевания были спасены от того, чтобы у них в дальнейшем развился рак А значит мы все равно сохранили здоровье этих женщин Программа «Рак излечим» фонда Рината Ахметова Первая и единственная в Украине масштабная программа по оказанию помощи онкологическим больным Это крупнейшая инвестиция в размере 315 миллионов гривен в развитие Государственной онкологической службы Украины Виктория Чистюхина, Игорь Гончарук, Владимир Конопля и Алексей Топчий Специально для телеканала Донбасс К холодам готовы Военнослужащим Нацгвардии в зоне АТО выдали полное зимнее обмундирование А также доставили печки и армейские палатки Как бойцы готовятся к зиме, видели наши корреспонденты Эти бойцы Нацгвардии несут службу на оживленной трассе под Славянском Пока одна смена на посту, вторая отдыхает Парни говорят, за ходом солнца здесь достаточно холодно Поэтому новая форма для солдат появилась как нельзя кстати От офицерской она ничем не отличается Палатку бойцов обогревают две печки буржуйки Есть даже свой стопник Правда, он иногда теряет спички Топят дровами и с прессованными опилками Расход топлива завидный На ночь всего один мешок Тем временем повар приготовил обед Сегодня у солдат редкое для армии блюдо чинахи Грузинское жаркое Варится мясо кубиками Потом добавляется картошка, фасоль Делается мука Фассируется Добавляется все Добавляется чеснок И получаются такие вот густые чинахи Тобто очень сытная и калорийная пища Кулинарные эксперименты шутят отставной старшина роты Бойцы пока терпят Еще пока никто не выгнал с кухни Всегда рядом с кухней всеобщий любимец Поэтому колбасу приходится охранять тщательно Это наш котик Мурчик Днем он такой Яленький такой А ночью любит так Попрыгать по палатке Почему его сепаратистом называют? А он за колбаску что хочет вытворил За кусочек колбаски Впрочем, шутки быстро сменяются Но усталый взгляд и воспоминания о мирной жизни На плечи солдат этого призыва Легли столкновения на Майдане и АТО Бойцы ждут демобилизации Говорят, очень соскучились по своим семьям Светлана Павлюкова, Алексей Куделя, Сергей Мос, телеканал Донбасс Юные переселенцы-хоккеисты Стали победителями всеукраинского турнира Ледниковый период Матч прошел в Белой церкви В составе команды Донецкие ребята В возрасте 11 лет Которые переехали в Дружковку Для занятия в клубе В финале хоккеисты Донбасс-2003 Обыграли своих соперников Из Киевского Сокола Со счетом 8-2 После игры победители признались В Белой церкви им понравилось Говорят, здесь они получили Хороший опыт и закалили свой характер Время новостей Донбасса продолжает следить За развитием событий Новые подробности поступают от наших корреспондентов На этом выпуск заканчивается Всего доброго Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова